Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Мы посмотрим на графики по биткоину, пройдемся по техническому анализу, подумаем, что может произойти, я покажу вам свои сделки, подпишитесь на канал, где уже 71 тысяча подписчиков, поставьте лайк, мы сделаем технический анализ биткоина на разных таймфреймах, я увидел там кое-что интересное. Ну и давайте начнем прямо сейчас. Откроем графики. На четырехчасовом биткоин оттолкнулся от поддержки на уровне 42 тысячи, но проблема в объемах, они все еще не заходят, это не очень хорошо. Тем не менее, на MACD скользящие пересеклись на нижнем уровне, сквиз моментум направляется в зеленую зону. Я использую индикатор MACD сейчас, потому что он объединяет на одном графике сквиз моментум и стахастик. Стохастик – это осциллятор, я учу всему этому на своих курсах по криптотрейдингу. И вот здесь, на графике выше, вы видите, когда биткоин достиг 48 тысяч, линии на индикаторе MACD пересеклись, на самом пике, вот здесь, когда мы коснулись цены 48 тысяч. И сейчас вы видите, на MACD мы находимся в самом низу, и линии снова пересекаются, и на это стоит обратить внимание. Индикатор money flow также находится в нижней зоне, деньги еще не начали возвращаться в биткоин, стахастик в зоне перепроданности, и деньги в биткоин еще не заходят. Так что здесь нужно еще подумать, достигли мы дна уже или еще нет, исходя из индикатора и из графика. Эта поддержка на уровне 42 тысяч очень сильная, и мы от нее действительно оттолкнулись, но опять же происходит то, что мы уже проходили. У нас было падение, медвежий флаг, падение, и сейчас опять формируется медвежий флаг, и вполне вероятно, что мы снова пойдем вниз, и это не очень хорошо. Еще одна поддержка, которая у нас есть, она чуть ниже, примерно между уровнями 41 тысяч и 39 тысяч. Здесь очень сильная поддержка, и если мы более крупно посмотрим на график, то мы можем увидеть огромный медвежий флаг. Мы ходим постоянно вот в этом канале. Мы дошли до 48 тысяч, вероятно, что можем пойти вниз на 40, это вполне вероятно, если мы пробьем уровень 42 тысячи, то от 40 можем оттолкнуться, и все выглядит так, что это скорее всего и произойдет. Формируется очередной медвежий флаг, и проблема в том, что объемы не заходят, для того, чтобы толкнуть биткоин вверх. На часовом графике видим небольшую перекупленность, по стахастику на МАГДИ тоже видим, что объемов нет. Формируется медвежий флаг, и мы ходим внутри медвежьего флага. Выглядит так, что биткоин продолжит падение, к сожалению, я хотел основательно зайти в лонг на этом уровне, но не уверен. Самый худший сценарий, что мы уйдем аж на 29 тысяч, возможно на 39, но нужно ориентироваться на этот медвежий флаг. Можем взять расстояние флагштока, и это будет новая цель. Давайте посмотрим, что получается. Биткоин может пойти на 41 тысячу, и это соответствует уровню сильной поддержки в зоне 40 тысяч долларов. Вот сюда, я думаю, может пойти биткоин. Так что я, скорее всего, закрою свои сделки по лонгу, к сожалению. Давайте перейдем на дневной график, здесь у нас перепроданность. Ну, по МакДиму видим, что есть еще куда падать. И да, я, к сожалению, вынужден буду закрыть свои сделки, мы еще не готовы к развороту. То же самое, если на стахастик посмотреть. По манифлоу деньги еще выходят из биткоина, стахастик еще не достиг дна, но все еще падает вниз. Да, он в зоне перепроданности, но все еще идет вниз. Также на 4-х часовом мы находимся под лентой скользящих средних. Ну, тут ничего бычьего не видно. По профилю объемов, основной уровень поддержки находится на том уровне, где мы сейчас сидим, но нет никакого давления покупателей. Криптогуру бот дает сигнал на продажу, биткоин индикатор бот дает сигнал на покупку, на продажу сигнала пока что нет. Но я думаю, что если падение продолжится, то такой сигнал появится. Да, наверное, все-таки закрою свои сделки, которые я открывал чуть раньше. Я бы хотел остаться в позиции, в лонге, но зачем мне сохранять позицию и терять 5-10% в портфеле? Если вы хотите торговать вместе со мной, в описании под этим видео есть полезные ссылки. Поставьте лайк этому видео, давайте наберем тысячу лайков, подпишитесь на канал, где уже 71 тысяча подписчиков. Далеко ходить не нужно, сделайте это прямо с телефона. Нажмите join, чтобы получить доступ к моим сделкам онлайн по акциям и по криптовалюте. Будете видеть все, что я делаю. Я торгую биткоином на buybit, вы тоже можете там торговать. Регистрируйтесь по этой ссылке, и если вы зарегистрируетесь, вы можете получить бонус 4600 долларов. И это основная биржа, на которой я торгую и анализирую графики. Также присоединяйтесь к моему телеграм-чату, это бесплатно. И также вы можете присоединиться к моим курсам по криптотрейдингу, где уже обучается 6000 студентов. Ну а сейчас я покажу вам свои сделки. Я бы сейчас на самом деле зашел в шорт, судя по тому, что происходит на графиках по битку, открыл бы шорт с очень коротким стоп-лоссом. Я закрываю свой лонг в минус, на самом деле захожу в шорт. Стоп-лосс будет очень короткий, потому что если биткоин отскочит, я много не потеряю. Открываю шорт по биткоину, стоп-лосс выйдет прямо над точкой входа, а тейк профит на уровне 41000. Это очень хорошая сделка, на самом деле риск 142 доллара, потенциальная прибыль 1100 долларов. Отличное соотношение риск-прибыль, 8.1. На 1 доллар риск, а я могу получить 8 долларов прибыли. Риск 142 доллара на одном биткоине, а получить можно 1150 долларов. Действительно, очень хорошая сделка на шорте. Ну а лонг придется закрыть. Давайте перейдем на мой аккаунт на Buybit. Это моя сделка в лонг, объем здесь довольно большой, сделка на 23000 долларов и в минусе уже чуть больше, чем было вчера, минус 127 долларов. Но я закрою этот ордер, потому что думаю, что биткоин упадет еще ниже. У меня также есть позиция на споте по биткоину, на полтора биткоина. Я собираюсь уменьшить объем по этой сделке на случай, если биткоин пойдет ниже. Но все полностью продавать не собираюсь. Я продам только пол биткоина и один биткоин оставлю. 0.5 по текущей цене. Продаем. Так, остался у меня один биткоин. Но все остальное у меня на аккаунте в USDT. Открываем шорт по биткоину на сумму 1000 долларов, потому что все выглядит так, что мы будем падать. Поэтому открываем шорт на 1000 долларов по текущей цене. Создаю ордер на 1000 долларов. Сделка на 1000 долларов. Десятое плечом. Получается 11000 долларов. Ну хорошо. Подтверждаем. Ордер установлен. И также я закрою свою позицию в лонг по эфиру, потому что если падает биткоин, то и эфир, скорее всего, пойдет вниз. Хорошо. Здесь я, наверное, создам рыночный ордер, чтобы он исполнился мгновенно. Создаем сделку. 12000 долларов. Это с десятом плечом. Открываем. Теперь надо поставить тейк профит. На уровне 41300 долларов. 41300. Ну а теперь поставим стоп лосс. 42600 долларов. Итак, риск у меня 40 долларов, потенциальная прибыль 330 долларов. Неплохо. Подтверждаем. Все. Зашел в шорт по биткоину. Только что создал ордер. Посмотрим, как пойдут дела. Я думаю, что биткоин будет опускаться, потому что нарисовался медвежий флаг. И формации повторяются. Точно так же, как вот было раньше. Бычий флаг. Бычий флаг. Бычий флаг. Бычий флаг. А сейчас наоборот. Медвежий флаг. Медвежий флаг. Медвежий флаг. И, скорее всего, еще один медвежий флаг. И биткоин будет идти вниз. В район 41000. Вот сюда. Да. 41200. Вот такая моя сделка в шорт по битку. Я также просматриваю доги, потому что многие спрашивают меня об этой монете. И от Илона Маска ожидаем больших новостей. Я большинство своих денег вывел в кэш. Хотя я купил много акций твиттер недавно. Вернее, создал еще ордер. И этот ордер должен сработать. Но давайте посмотрим на доги. На четырехчасовом. Скользящая средняя на МакДи пересекаются. И на четырехчасовом. Бычия картина. Давайте посмотрим на дневной. Объем вроде бы заходит. Но на дневном есть перепроданность. Посмотрите. Перепроданность. И линии пересекаются. И это, на самом деле, не очень хорошо. Даже несмотря на то, что Илон Маск собирается интегрировать доги в твиттер. То, что он сказал сегодня, что он собирается это сделать. Вернее, спросил у подписчиков, стоит ли ему это сделать. И все равно нет особо никакого движения. Ну, не очень оптимистично. По Манифлоу средства выходят из доги, даже с такими новостями. Это безумие какое-то. Ну, у нас небольшой был памп, но думаю, что мы пойдем в обратную сторону. Уровень поддержки по доги на 14 центах. 0.142 цента. Вернемся на четырехчасовой. Теперь на четырехчасовом формация W, но, скорее всего, она будет пробита. Мы все-таки находимся сейчас на медвежьем рынке. И здесь уровень 0.137 по доги, от которого он может оттолкнуться. Так что, в целом, картина такая себе. Давайте к другим новостям перейдем. В проекте MCRT мы готовим стейкинг. Вы можете, кроме токенов, получать вознаграждение в NFT. Можете получить даже земли по этой системе стейкинга. Она будет очень скоро готова. Сейчас идет финальное тестирование. И это революционная система. Можно получать вознаграждение в токенах MCRT и также в NFT. Это очень круто. Это персонаж игры. Это мой пост о том, что я купил большое количество акций Coinbase и еще раз ставил ордера лесенкой. Потому что, предполагаю, что Coinbase будет еще опускаться в цене. И на этом пути я хочу, как следует, закупиться. Очень полезная информация по битку. Я в плюсе на 3000 баксов. Это персонаж из Magic Craft. Спасибо, Джеймс. Только что подписался на тебя. Надеюсь, в будущем с тобой поторговать. Мне кажется, у тебя есть талант. Это один из моих студентов. Он сделал 9000 долларов из 60 долларов на монете культ. Спасибо, Джеймс. Я ошибался насчет некоторых индикаторов, и ты показал мне, в чем я был неправ. Я изменил свою стратегию, и это было правильное решение. Спасибо, что сохранил мои деньги. Но сейчас все не очень позитивно выглядит по биткоину и по рынку в целом. Подпишитесь на мой твиттер. Там больше 20 тысяч подписчиков. Ну а это мое предсказание, которое я сделал еще в марте. Я захожу в акции твиттер, и Илон Маск должен их купить. А через несколько дней он действительно купил твиттер. И я выбрал 5 победителей своего гивэвэй по NFT Omni. Пролистайте и посмотрите, может быть, вы в числе победителя. Если так, то вам нужно присоединиться к Дискорду и дать адрес своего эфировского кошелька. Спасибо, что смотрели. Я рассказал о том, что я делаю на рынке. Я зашел в шорт по биткоину, потому что он выглядит слабовато. Объемов нет. Надеюсь, что на выходных объемы зайдут. Если нет, то медвежий рынок продолжится. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. С вами был Джеймс Криптогуру, и увидимся завтра.